После трагедии в Кемерово по всей Украине начались проверки пожарной безопасности в общественных заведениях. В Одессе уже существуют группы в соцсетях, где люди своими силами инспектируют торговые центры и кинотеатры. Какие нормы противопожарной безопасности должны соблюдать в таких объектах и на что стоит обратить внимание, если вы посетитель ТЦ? Все это узнавали наши журналисты в ходе собственной проверки. Прямо сейчас мы проверим пожаробезопасность в торговых центрах и кинотеатрах в разных районах Одессы. В составе нашей команды помимо съемочной группы мама с ребенком и активист, компетентный в области пожаробезопасности. Во всех торговых центрах мы просили сотрудников показать нам планы эвакуации, указатели пожарных выходов и сами выходы, внутренние пожарные экраны и кнопки тревоги. Это не полный перечень необходимого для достаточной безопасности таких объектов. Эксперт проинструктировал, на что еще стоит обратить внимание при проверке пожаробезопасности в кинотеатрах и ТЦ. Наличие пожарных щитов так называемых. Как правило, они вмонтированы в стену в торговых центрах и внутри находятся гидранты. Кроме гидранта должны быть огнетушители. Как правило, предполагается наличие порядка двух огнетушителей на каждую торговую точку. Важно, чтобы они были видны и доступны в экстренной ситуации. Если для открытия требуется ключ, он также должен там присутствовать. Как найти, показывает инженер торгового центра на Генуэской. В каждом пожарном кране существует ячейка со свободным доступом, в которой спрятаны ключи от пожарного шкафа. Путем открывания этого пожарного шкафа мы имеем доступ и к пожарному рукаву, к пожарному крану. И в случае небольшого возгорания у нас есть доступ к огнетушителю порошковому ОП-6. Пожарный рукав у нас смотан в установленном порядке. При разматывании вы видите, что не возникает никакого запутывания. Пожарные выходы здесь тоже есть. И изнутри они всегда открыты. Система антипаник позволяет дверям быть всегда открытыми изнутри и закрытыми снаружи для, допустим, недоступа каких-то посторонних лиц. Показывают систему пожарной безопасности и в ТЦ неподалеку от железнодорожного вокзала. Выход здесь действительно есть и он открыт. Нам попался один неукомплектованный внутренний пожарный кран. Но, как выяснилось позже, в следующем торговом центре около знаменитого рынка «Привоз» с наполнением внутренних пожарных кранов решили вообще не заморачиваться. Находим сотрудника торгового центра и задаем уже стандартные вопросы. Кроме радушной улыбки ответа нет. С разъяснениями предлагают сходить в администрацию. По пути не смогли найти план эвакуации и указатели экстренного выхода, не в виде магнитушителей и кнопки тревоги. На втором этаже кое-что все-таки находим. Вот есть кнопка в случае пожара. Да? Это можно ее нажать в случае пожара. Да, да. Это что там? Второй. Второй. И вот тут сверху что-то такое? Ну, вот это длинные датчики, а вот этот грибок – это слюнкер. Слюнкерная стена. Это как раз через поборки они размозгивают, начали отходить. Замечаем указатель выхода над дверью. Проход заставлен манекенами и клумбой. Это выход на лестницу? Да, получается? Я так понимаю, да. А он не должен быть заставлен, да? Нет, там нет, там выхода нет. Написано, что выход, но вы заставлены. Находим несколько пустых внутренних пожарных кранов. Вы посмотрели, тут ничего нет. В конечном счете представители администрации сообщают, что с пожаробезопасностью здесь все в порядке. А скажите, пожарные гидранты, вот мы посмотрели там на этаж ниже, они там не везде есть, собственно. У нас везде, у нас с пожарной безопасностью все в порядке. Если вы хотите, чтобы я вам вызвала представителей, кто с вами придется по торговому центру, не вопрос. Можно будет там, да? У нас просто вчера это все уже было. Мы каждый день будем репетировать. Не, ну мы же не знаем, что у вас было. Мы себе отдельно... Ну, понимаете, я понимаю, что призывы в Фейсбуке это очень хорошо, но люди здесь работают. Отправляемся на очередной объект в торговый центр на Греческой площади. Дежавю сотрудники сразу же отправляют в администрацию. По пути ищем план эвакуации и пожарные краны. Тщетно. Зато находим экстренный выход и кнопку тревоги. Подходит сотрудник ТЦ. Сейчас персона отключена. А почему? Ну, документы. Системь минут 20 человеком, кто занимается. Идем в администрацию. Там, наконец, узнаем ответственного за пожарную безопасность. У нас тут люди пришли к вам. Вы через 20 минут будете. Через пол... Хорошо, через полчаса будете. А у нас горит, мы не можем ждать. Специального сотрудника мы не дождались. И в завершении проверки отправили в сторону поселка Котовского. В торговом комплексе в районе Фонтанки тоже провели небольшой инструктаж. Наше здание, кроме трех основных выходов, имеет на первом этаже пять дополнительных эвакуационных выходов. Из каждого зала кинотеатра по два выхода. Девять залов, восемнадцать эвакуационных выходов. На втором этаже здание имеет два дополнительных эвакуационных выхода. Ну, один из выходов вот перед нами. Осматриваем экстренные выходы, огнетушители, схемы эвакуации и диспетчерскую, где контролируют работу противопожарная система всего комплекса. Нам демонстрируют работу системы пожарной тревоги. Итак, мы посмотрели пять торговых центров. Поскольку мы не эксперты, то выводы оставим для специалистов по пожарной безопасности. А телезрители и сами все увидели. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, Седьмой канал.